Деньги детям. По указу президента, семьи, в которых есть ребенок до 7 лет, получат 5000 рублей. Ситуация на дорогах. 86 ДТП случилась в округе на этой неделе. Помощь медикам, сотрудникам станции скорой помощи, выдали комплекты термобелья. Первые в округе пару из Уссурийска наградили почетным знаком семейная доблесть. Вошли в сборную, самбисты показали высокие результаты на чемпионате и первенстве Дальнего Востока. Производство масок, фармацевтический завод делает свой вклад. По 5000 рублей от государства получат дети с рождения до 7 лет включительно. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. Средства выплатят до Нового года автоматически на основании заявлений, которые подавались на 10 тысяч рублей детям до 16 лет. Если этого не было, то обращение можно направить на портале Госуслуг до 1 апреля. При этом уточняется, что если ребенку исполнится 8 лет до 31 марта 2021 года, деньги все равно положены. Напомним, президент России провел большую пресс-конференцию уже в 16 раз. Формат из-за пандемии в этом году был изменен и проходил с элементами прямой линии. Глава государства находился в своей резиденции в Ново-Огарево, а журналисты и фотографы на разных площадках в федеральных округах. 86 дорожно-транспортных происшествий за одну неделю. Таких высоких показателей в нашем округе не было уже давно. Причем в череде покореженных по различным обстоятельствам автомобилей есть и травмированные люди. А я передаю слово моей коллеге Ольге Муравьевой. Действительно непростой выдалась неделя для автомобилистов города. Самое массовое на столкновение была прошлая пятница. В 15 ДТП потребовалась помощь сотрудников госавтоинспекции. За весь отчетный период травмировано 11 человек. Автомобилист с пешеходом не поделили дорогу. Наезд произошел в районе 6-го дома по улице Колхозной. Субару-Импреза двигалась со штабского в сторону речной. А пеший участник дорожного движения шел в попутном направлении. Водитель не успел вовремя среагировать и затормозить. В итоге человек оказался под колесами. У травмированного сотрясение мозга, перелом права предплечья и ключицы. Опрокидывание на проселочной дороге. Рулевой Prius направлялся из Улитовки в Уссуриск. В какой-то момент водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части. Автомобилист двигался на приличной скорости. И остановился лишь, когда оказался на крыше в кювете. Травмирован рулевой. У мужчины сотрясение мозга и множественные ушибы. Пассажирка и вовсе с переломом челюсти и черепно-мозговой травмой угодила в больницу. На государственной трассе столкновение малолитражки и большегруза. Тойота ВИД сдвигалась со стороны Михайловки в Уссуриск. При выезде с пересечения проезжих частей оказалась на полосе встречного движения, где в это время шел грузовик. Пострадала только пассажирка. У женщины диагностирован ушиб грудной клетки. Транспортный коллапс в районе 35-го дома по Чечерина. Виновница затора – рулевая фита. Женщина двигалась по Чечерину в сторону Советской и проигнорировала знак «Движение без остановки запрещено». Выехала на перекресток, а там угодила в королу, которая двигалась по Горького. В итоге госпитализирована рулевая второй машины. Второе за неделю столкновение на государственной трассе. Только направление другое. Уссуриск пограничный. Водитель Террио содвигался из Новонекольска в сторону Галенок и выехал навстречу, а там большой груз. Как итог – сильный удар, перевертыш и серьезные травмы. Виновник аварии попал в больницу. И еще одна авария на Колхозной. И тоже в темное время суток. Только на этот раз не разъехались два автомобиля. Но, как и в другие дни, столкнулись Большегруз и Универсал. С места аварии в трампунт отправилась пассажирка Короллы. У женщины множественные ушибы лица, позвоночника и левой ноги. На Ленина не разъехались Тойота Гайо и Митсубиси Мираж. Первая выезжала с прилегающей территории на главную дорогу, где угодила во второго участника дорожного движения. Час пик, пробка сковала дорогу и в момент разбирательства оба водителя себя чувствовали хорошо. Но в районе 10 вечера за помощью к медикам обратился рулевой Митсубиси. Диагноз у пострадавшего – ушиб головы и растяжение мышц шеи. Наибольшее количество аварий было в пятницу, а вот лидером по травматизму людей стал четверг. И это итоги всего 7 дней. Впереди предновогодняя суета в городе и транспортные заторы. Кстати, часть аварий случилась из-за гололеда. Сотрудники госавтоинспекции напоминают о соблюдении скоростного режима и дистанции. В крае за сутки выявлено 240 новых случаев ковида. Общее число пострадавших – почти 26 200 человек. Пять пациентов умерли. Таким образом, с начала пандемии жертвами инфекции стали 313 приморцев. Выздоровели 234 жителя региона. В целом победили болезнь – 18 550. Такая информация озвучена на заседании оперативного штаба. Отметим, что в крае продолжает действовать режим повышенной готовности, который предполагает обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Помощь в сложный период. Сотрудникам станции скорой медицинской помощи «Уссурийска» сегодня вручили комплекты термобелья. В дунишних условиях подарки не просто приятные, а жизненно необходимые. Ведь медработники сейчас на передовой и от их состояния здоровья зависит многое. Делегация с подарками на станции скорой медпомощи «Уссурийска». Работникам неотложки привезли комплекты термобелья. Коробки вручает глава округа Евгений Корж. Акция – это совместная с партией «Единая Россия». И с момента начала пандемии стала уже доброй традицией. Мы всегда говорим нашим медикам, чем помочь, чем мы можем помочь. Понятно, что помогает государство, помогает все, помогает край. И мы, как жители города Уссурийска, как администрация, как «Единая Россия», как предприниматели города, спрашиваем медиков, чем вам нужно помочь. Один раз сказали, в поликлиниках врачам понадобились теплые куртки, чтобы ходить на приемы к жителям, кто болеет, там было торно. Мы также вместе с предпринимателями «Единой России» купили около 100 курток хороших, теплых, каждому по размеру подобрали. Сегодня в коробках другая одежда. Очень актуальный элемент гардероба для сотрудников скорой медицинской помощи. Ведь сейчас бригады работают в условиях повышенной готовности. Ежедневно на линии 14 команд. Шесть из них – инфекционные группы. Те, кто напрямую общаются с потенциально опасными пациентами. Нам, выездным бригадам, часто приходится переодеваться на улице. Сейчас зима, холодно, поэтому новое термобелье поможет нам оставаться в строю и оказывать своевременную помощь людям. Часто мы не заезжаем на базу и приходится на улице буквально раздеваться, одевать защитные костюмы. Поэтому каждый раз по-разному. По 20, по 15 вызовов в сутки, может быть, на одну бригаду. До 250 вызовов в день поступают на скорую, 60 из которых – это звонки от тех, кто, возможно, заражен новой коронавирусной инфекцией. В таком авральном режиме медики работают с апреля. Сейчас условия еще более ужесточились. Сильные морозы настигли наш регион. До этого, когда и Россия, и нам приходилось, и лихорадка Эбола, и учения, это все было в летний период, то есть с особо опасным инфекцией, в этих одноразовых или даже многоразовых костюмах мы в зимнее время не работали. И поэтому сейчас, как никогда, стала актуальна эта тема от переохлаждения сотрудников, с соблюдением мер и инфекционной безопасности, и защиты медперсонала. По два комплекта на каждого, кто работает с пациентами. Из такого расчета снабдили скорую медицинскую помощь. А к Новому году глава округа обещал бригадам медиков подарить продуктовые наборы для праздничного стола. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. Новый год принесет перемены в систему налогообложения для предпринимателей. И сейчас представители бизнеса должны выбрать, в какой форме производить отчисления. Изменения повлекут и перестройку контрольно-кассовой техники. Подробности в нашей постоянной рубрике «Телеконсультант». Я применяю систему налогообложения «Единый налог на вмененный доход». Слышал, что с 1 января 2021 года грядут изменения, в том числе и в применении контрольно-кассовой техники. Подскажите, как нам быть? Организации, применявшие «Единый налог на вмененный доход» при соблюдении условий, установленных Налоговым кодексом РФ, могут перейти на упрощенную систему налогообложения. В то время как индивидуальные предприниматели могут перейти на следующие режимы налогообложения. Первое – это на упрощенную систему налогообложения. Второе – на патентную систему налогообложения, если численность наемных работников не более 15 человек. И третье – на применение налога на профессиональный доход, если наемные работники отсутствуют. При применении указанных налоговых режимов данная категория налогоплательщиков освобождается от уплат их тех же самых налогов, что при «Едином налоге на вмененный доход». Налог на прибыль организации, НДФЛ, налог на добавленную стоимость. Плательщики, совмещающие в 2020 году единый налог на вмененный доход и упрощенную систему налогообложения в отношении видов предпринимательской деятельности, по которым применяется единый налог на вмененный доход, с 1 января 2021 года считаются перешедшими на упрощенную систему налогообложения. Налогоплательщикам, применяющим в текущем году только единый налог на вмененный доход, рекомендуем подать два заявления на применение с 1 января 2021 года патентной системы налогообложения и упрощенной системы налогообложения. В случае неодобрения патента будет возможность применять упрощенную систему налогообложения, в противном случае общая система налогообложения. Налогоплательщики, не подавшие заявление о переходе на иной налоговый режим, будут автоматически переведены на применение общей системы налогообложения с 1 января 2021 года. Также инспекция уведомляет о необходимости внесения изменений в настройки контрольно-кассовой техники в части смены применяемой системы налогообложения до 1 января 2021 года. При переходе с единого налога на вмененный доход на другие налоговые режимы не нужно производить замену фискального накопителя контрольно-кассовой техники. Инструкции для налогоплательщиков по настройке контрольно-кассовой техники находятся на официальном сайте Федеральной налоговой службы для каждой модели онлайн-кассы. Важно, что отражение в кассовом чеке системы налогообложения, отличной от применяемой, является нарушением законодательства и влечет за собой административную ответственность по части 4 ст. 14.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ в виде административного штрафа от 1500 рублей до 10000 рублей. Данный факт может быть установлен дистанционно с помощью программного комплекса. По всем вопросам в части применения контрольно-кассовой техники рекомендуем обратиться в отдел оперативного контроля инспекции по телефону 8-42-34-3200-15. А у нас впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вскоре вы увидите. Первые в округе пару из Уссурийска наградили почетным знаком семейная доблесть. Вошли в сборную. Самбисты показали высокие результаты на чемпионате и первенстве Дальнего Востока. Производство масок. Фармацевтический завод делает свой вклад. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. Почетный знак семейная доблесть. Сегодня вручили семье Верба. Анатолий Артемович и Альбина Максимовна прожили в браке 60 лет. Они стали первыми в округе, кого удостоили такой награды. О поздравлениях и напутствиях молодоженам смотрите далее. На церемонии бракосочетания у молодоженов Анны и Максима Дементьевых особые гости. Поздравить пришел Анатолий Артемович Верба, который с женой прожил вместе 60 лет. Сегодня он тоже виновник торжества. Их с супругой удостоили награды семейная доблесть. Но для начала напутственные слова молодым. Надо смотреть в одном направлении. Чтобы у вас были общие мечты, общие мысли, общая работа. Чтобы мы все делали вместе, дружно. Почетный знак семейная доблесть появился в Приморье только в этом году. Его получат те, кто прожил в браке больше 50 лет. Анатолий Артемович и Альбина Максимовна Верба первыми в нашем округе удостоились этой награды. Мы бесконечно благодарны за это. Я считаю, что это очень дело хорошее, нужное. Потому что такие случаи, прожить 50, 60, 70 и больше лет в одном браке, в одной семье, а желательно еще на одном месте, я считаю, что это, конечно, много стоит. В этой семье и труд, и любовь заслужены. Семья известная. Она прославила город Муссурист. Я желаю этой семье здоровья, благополучия, чтобы все-все было хорошо. У молодоженов Анны и Максима Дементьевых впереди еще много событий. Они только начинают свою семейную жизнь. Анатолий Артемович говорит, главное, чтобы смотрели в одном направлении. Как они с женой все эти годы. Виктория Калинина, Роман Адонин, Телемикс. Солнечные выходные ожидают у сурийцев. На небе не облачко, но температура в эти два дня будет значительно разниться. В субботу над Приморьем станет смещаться тропосферный вихрь, от чего в край вторгнется очередная порция холода. Минус 9 покажет столбик термометра. Ветер, который и так дует с севера с севера запада, еще больше усилится. Потому на улице по ощущениям все минус 20. А вот в воскресенье с Амурской области на юг Хабаровского края будет смещаться циклон. И наш регион окажется в его теплом секторе. Днем температура поднимется примерно на 5 градусов выше, чем накануне. Ветер утихнет. На отдельных участках дорога ледится и снежный накат. Автомобилистам стоит быть внимательнее. Следующая рабочая неделя порадует хорошей погодой. Во вторник синоптики и вовсе обещают до нуля градусов. А с четверга возможен небольшой снег. Уссурийские самбисты вошли в сборную Дальнего Востока. После успешного выступления на зональных соревнованиях наши парни и девушки показали, что достойны всероссийского уровня. Съемочная группа телемикса отправилась в зал поздравить чемпионов, но вместо обычной тренировки попала на день борьбы. Захват и бросок на своем сопернике демонстрирует Егор Демшин. Парень недавно приехал с чемпионата и первенства Дальнего Востока. Соревнования проходили во Владивостоке. Егору повезло меньше, чем его товарищам по секции. Он выступал сразу в двух категориях. Соперников у него было больше, чем у остальных, но парень выиграл. При этом в финале показал блестящую технику. И теперь рассказал про свой коронный прием. Беру захват, делаю правильные движения ногами, и в это время тяну руками в какую-либо сторону, и происходит бросок. А вот и еще одна победительница и девушка, которая вошла в сборную Дальнего Востока. Алена Сударь с подругой отрабатывает приемы в щадящем режиме. На соревнованиях все было совсем иначе. Алена очень боялась проиграть, и это лишь подогревало желание одержать победу. Она также выступала сразу в двух возрастных категориях. Особенно тяжело пришлось в финале. В финале встречи у меня я выиграла по предупреждению. У соперницы было предупреждение, и она проиграла. Ну, время вышло. То есть это вообще повезло и получилось? Ну, нет. Ну, старались сделать что-то, но было тяжело. И за счет того, что я больше как-то атаковала. В чемпионате и первенстве участвовали юноши и девушки разных возрастов. Первая группа – 2003-2004 года рождения. Вторая – 2001-2002. И третья, самая старшая – женщины и мужчины от 18 лет. Соперников у уссурийцев было много. Это чемпионы мира и кандидаты в мастера спорта. Но справились. Теперь в сборной Дальнего Востока будет 12 наших земляков. Ну, естественно, сейчас будет подготовка идти именно данных спортсменов. То есть будет более акцентировано исправление техники, тактики их борьбы. Мы уже видели, как творятся соперники. Ну, и будем готовиться на тех соперников, которые там, в центральной части России. Пока парни и девушки разминались, появились зрители. Оказалось, что в этот день тренеры Уссурийска решили провести день борьбы, чтобы обменяться опытом, объединить спортсменов и напомнить им, что все они – одна большая семья. Мальчишки и девчонки разных возрастов сделали общую разминку. Затем старшие показали младшим, как правильно бороться с использованием разных приемов. Пока спортсмены, которые стали лучшими на первенстве, веселятся и отмечают день борьбы вместе со своими товарищами. Но впереди упорные тренировки. Уже в феврале самбистов ждут соревнования на всероссийском уровне. Если, конечно, из-за пандемии ничего не отменится. Остается только пожелать им удачи. Елена Карпенко, Алексей Шиповалов, Телемикс. Производство медицинских масок развернуто в Уссурийске. Фармацевтическая компания «Истфарм» вносит свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Организация также выпускает жизненно необходимые лекарственные препараты, в том числе эффективные при лечении осложнений, которые связаны с COVID-19. Президентом компании «Фарма Синтез» совместно с администрацией края было принято решение начать производство медицинских масок на территории Уссурийска. Таким образом, «Истфарм» стал первым предприятием в Приморье, которое производит эти одноразовые индивидуальные средства защиты. Дневной план внушителен. В одну смену производится 25 тысяч масок. Здесь собран ответственный и квалифицированный персонал. Каждый выполняет определенные функции. Механик-наладчик следит за работой оборудования. Два опытных упаковщика укладывают продукцию по 50 масок в одну коробку. Ежедневно, три раза в смену, производится санитарная обработка оборудования и помещения. Процесс полностью автоматизирован. Производительность машины позволяет выпускать до 1 миллиона масок в месяц. Медицинские маски планируют реализовывать как в госпитальном сегменте, так и в аптечных учреждениях. Осенью этого года было приобретено специальное оборудование и получено регистрационное удостоверение на производство средств защиты. В декабре были проведены успешные приемно-сдаточные испытания, и предприятие приступило к выпуску медицинских масок, которые соответствуют межгосударственному стандарту качества. Каждая серия маски проходит контроль как визуальной, так и на микробиологическую чистоту. Поэтому наши маски соответствуют всем требованиям. Маски планируется реализовывать в больнице и аптеке. Предприятие внимательно относится к входящим в группу риска людям, а потому ведет обширную благотворительную работу. В первые недели маски сразу отправились нуждающимся. Партия средств защиты уже бесплатно поставлена в дом престарелых Уссурийска. Истфарм и в дальнейшем планирует оказывать безвозмездную помощь. Выставка меховых изделий «Палитра» в Уссурийске. Если этой зимой вы еще не успели порадовать себя шубкой, стильной паркой или натуральной шапкой, тогда спешите в молодежный центр «Горизонт». Морозный декабрь намекает на меховые обновки. По случаю их одеть далеко не нужно. Выставка меховых изделий «Палитра» распахнула двери для покупателей в молодежном центре «Горизонт». Шубы из Кирова. Огромный выбор и по привлекательной цене. На нашей выставке представлены изделия из норки и овчины. Также есть джинсовые парки, писец, ну и просто парки турецкого производства. Покупка с подарком, да еще и возможность поучаствовать в акции. На норку действует 50-процентная скидка. Мутон тоже можно приобрести дешевле. Плюс приятный меховой презент каждому покупателю. Немаловажный фактор – гарантия качества. Здесь за товар ручаются. У нас свое зверохозяйство в Кировской области, зверохозяйство вятка, которое более 50 лет на рынке. И, соответственно, мы там покупаем сырье и из него производим сами. То есть мы работаем напрямую от фабрики. Все изделия проходят через налоговую, соответственно, все они чипированы. На всех изделиях можно через телефон посмотреть. Размерный ряд с 40-го по 64-й. Коллекция добралась до уссурийска обновленной. За теплыми нарядами, подарками и добротными покупками спешите в молодежный центр «Горизонт». На Ленина – 80. Палитра будет радовать уссурийцев с 19 по 25 декабря. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. У меня на этом пока все. В студии работала Елена Карпенко. Сюжеты вы также можете увидеть на нашем сайте телемикс.тв и профиле сети Инстаграм. До встречи на нашем канале. До встречи на нашем сайте.